МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лет 20 назад на одной из конференций в США мне пришлось поспорить с местным журналистом. Он самоверенно утверждал, что освенцам освободили американцы, а не солдаты Красной Армии. Вот так переначалась история в годы Холодной войны. Однако попытки переписать историю освобождения Европы не прекращаются и сейчас. Кому это выгодно и почему это происходит? 9 сентября 1944 года. Войска 3-го Украинского фронта вошли в освобожденную столицу Болгарии Софию. Операция была легкой. Советская армия не встречала здесь никакого сопротивления. Но освобождение Европы от нацизма только начиналось, и многие испытания были еще впереди. 29 октября 1944 года. Началась операция по освобождению Венгрии от фашистских захватчиков. Здесь немецкие войска и части венгерской армии оказывали упорное сопротивление. Первая попытка взять Будапешт была предпринята 2 ноября. Но город был освобожден от немцев только 13 февраля следующего 1945 года. 16 апреля 1945 года. Началось последнее крупное сражение Великой Отечественной войны. Берлинская операция. Ожесточенные бои шли буквально за каждый метр. 30 апреля советские войска овладели основной частью Рейхстага, над которым рано утром 1 мая было поднято знамя Победы. Здравствуйте. В эфире «Власть факта» – программа об актуальном прошлом. Я Сергей Кудряшов. Сегодня мы будем говорить об освобождении Европы от нацизма. И у нас в гостях Татьяна Викторовна Лакитина, доктор исторических наук из Института славянного ведения Российской академии наук. Здравствуйте. И Владислав Павлович Смирнов, профессор исторического факультета МГУ. Добрый день. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Как ни странно, вопрос, который, в общем-то, казался совершенно ясным, сейчас вызывает многочисленные споры. Но прежде чем перейти к этим спорам, давайте сформулируем для наших телезрителей, что мы понимаем под освобождением Европы. Вот с чего, по вашему мнению, началось освобождение Европы? Давайте с вас начнем, Татьяна Викторовна. Мне кажется, что освобождение Европы, когда мы об этом говорим, нужно начинать так, как это, в общем-то, фиксируется в отечественной историографии. В российской историографии. И понятно, что дальше граница была переедена, и 27 марта 1944 года, развивая Уманско-Баташанскую операцию, как пишут наши военные историки, Красная Армия вышла в Европу, на территорию Румынии. Дальше начинаются тяжелые затяжные бои, и в августе развертывается стратегическая Яско-Кишиневская операция, получившая название от наших военных историков «Яско-Кишиневские канны». С другой стороны, такой же факт исторический – это 6 июня 1944 года. Высадка десанта союзников в Нормандии, в Северной Франции, открытие Второго фронта. Это тоже факт, и это тоже дата начинается освобождения Западной Европы. Поэтому, мне кажется, говоря об освобождении континента, нужно учитывать вот эти оба факта. Я так ответила бы на ваш вопрос. Владислав Павлович, вы согласны? Вообще, да, но есть кое-что добавить. Дело в том, что, видите ли, если мы считаем, что с марта 1944 года наша армия могла двинуться в Европу, а до этого она где была? Разве наша европейская часть России – это не Европа? И тут как-то надо иначе сказать. Я бы сказал, что освобождение восточной части Европы началось после Курской битвы, когда наши войска, уже не останавливаясь, двигались на Запад, освобождая сначала свою территорию, а потом чужую. А что касается Западной Европы, то есть все-таки англо-американские войска высадились в Италии 10 июля 1943 года, и был свергнут режим в Уссалиде в это время. В принципе, это тоже освобождение Европы? Ну да, поэтому я думаю, что освобождение Европы надо начинать с 1943 года, с высадки союзников в Италии 10 июля и с Курской битвы на Востоке. Вот важный вопрос, который часто обсуждается, и, в общем, надо прямо признать, не всегда профессионально. Могла ли в той ситуации Красная Армия остановиться на своих границах и не идти в Европу? Это действительно вопрос очень сложный и очень болезненный. И надо сказать, что я абсолютно никакой другой альтернативы продвижению войск Красной Армии в Европу не вижу. Не вижу по разным соображениям. Прежде всего, с военной точки зрения. Что такое весна 1944 года, когда мы стоим на наших границах? Мы в смысле Красной Армии. Огромный военный потенциал еще сохраняла Германия. Ведь наши военные историки все тщательно посчитали. Там почти 10 миллионов солдат и офицеров вермахта. Причем это части, которые были готовы к ожесточенному сопротивлению. Это десятки тысяч орудийных и минометных стволов. Сотни единиц авиации, военно-морского флота. И не случайно, выйдя в Европу, Красная Армия провела более десяти стратегических наступательных операций именно на континенте. Причем ожесточенные бои шли. Вы согласны, что Красная Армия не могла не остановиться и пойти дальше? Я согласен по существу, но слово «могла» меня как-то удивляет. Что значит «могла»? Если бы Верховное командование Красной Армии дало приказ, она бы остановилась. Но какой смысл в этом? Это же было бы совершенно абсурдное действие с военной точки зрения. На Советско-Германском фронте было примерно 200 немецких дивизий. Вот Советская Армия остановилась. Что делает Гитлер? Он снимает из этих 200 дивизий примерно 150 и двигает их на запад, где 63 англо-американских дивизий. Гитлер просто мечтал об этом, чтобы союзники разделились. Это был бы абсурдный совершенно шаг, который, я уже не говорю, что это было бы нарушение союзных обязательств со стороны Советского Союза. Но и по сути дела это полный был бы абсурд. Просто вот с военной точки зрения и политической, это просто большая услуга Гитлеру была бы оказана. Вы знаете, хотел такой вопрос задать, который мне даже историку не всегда ясен. Болгария, к примеру, противница России в Первой мировой войне и союзница Гитлера во Второй мировой войне. Тем не менее, почему-то братушки в общественном сознании всегда воспринимаются как свои. Ну, конечно, это историческая память. Память о тех усилиях, которые в Болгарии были приложены нашими русскими освободительными войсками. Конечно, это память прежде всего об освободительной войне 1877-1878 годов. Кстати, она сейчас в Болгарии очень многими историками, да, где-то переписываются. Она перестала иметь определение освободительное в ряде рабов. Просто русско-турецкая война с обоснованием дат. Вы знаете, я хочу сказать в связи с этим, что в свое время смотрела материалы в архиве Сталина, материалы Тегеранской конференции. Не те, которые были опубликованы, а те, которые сохранились в записи. И там во время одного из заседаний Черчилль, обсуждая вопрос о позиции Турции, об отношении Болгарии в связи с этим, очень добивался от Сталина ответа на вопрос, каковы будут действия Москвы, если ввяжется в конфликт Болгарии и так далее. Объявит ли Москва войну Болгарии? И вот когда встала вот эта вот группа вопросов, то Сталин ответил к радости Черчилля, судя по репликам, очень четко. Что если только в конфликт с Турцией ввяжется Болгария, то Советский Союз объявит войну Болгарии. Обрадованный Черчилль говорил в таком ключе, что он благодарит генералиссимуса за такое решение, потому что понимает, что наши страны, Болгария и Россия, связывают особые отношения, что у болгар всегда сохраняются теплые отношения к своей освободительнице. И последовала очень характерная реплика Сталина. Это давно уже забыто. Потом при публикации реплика эта была убрана. Но это очень характерно, потому что Сталин, как я понимаю эту реплику, абсолютно никаких иллюзий не питал в отношении чувств братушек и прекрасно понимал прагматизм болгарской позиции. А прагматизм был такой, как малая страна Болгарии стремилась присоединиться к любой стране, которая гарантирует ей приращение территории. От Германии она таковые получила. И Германия способствовала, правда, кратковременному, на период войны, но все-таки осуществлению идеала болгарского. Понятно, да. Великая Болгария с выходом в Эгейское море. И польский вопрос, он очень болезненный. Владислав Павлович прекрасно знает, занимаясь международными отношениями, что на всех конференциях, на всех встречах обязательно и непременно вставал польский вопрос. У нас много сделано в институте, кстати, по этому вопросу. Есть прекрасные монографии, есть очень сильный коллектив, работающий по польскому вопросу. Недавно вышла большая такая вот однотомная история Польши, где все это прописано, где прописаны все дискуссии, и где работают наши специалисты на самых новейших материалах и источниках. Но, тем не менее, это была страна оккупированная, многострадальная, и в итоге ее освобождение... Недержава у меня оккупирована в разное время. Да, но 600 тысяч лежат там наших солдат в земле, и, конечно, вклад в освобождение Красной Армии должен быть адекватно в связи с этим оценен. Заброшенный, заросший и полуразрушенный, он регулярно подвергается атакам вандалов, а разговоры об его сносе не прекращаются. Речь о памятнике генералу Ивану Даниловичу Черняховскому в польском городе Пененжно. Освобождая этот город и Польшу от гитлеровских войск, самый молодой из командующих фронтами Красной Армии погиб здесь 18 февраля 1945 года. Сегодня местные жители впрямую говорят, это было не освобождение, а Черняховский никакой не освободитель. И пытаются добиться от властей разрешения на снос памятника. Так что происходило в Польше при ее освобождении от гитлеровских войск? Красная Армия несла здесь огромные потери. Сходу взять город не удалось. 24 июля 1944 года советские танкисты вышли к предместьям Варшавы, но сдаваться просто так гитлеровцы не собирались. Они подтянули сюда пять танковых дивизий. Начались тяжелые бои, и 1 августа советское командование вынуждено было перейти к обороне. Тогда же, 1 августа, началось Варшавское восстание, попытка польских повстанцев под руководством эмигрантского правительства в Лондоне прогнать гитлеровцев из Польши. Помимо освобождения от нацистов, восставшие преследовали и другую цель – не допустить занятия города Красной Армией. Но не все было так просто. Гитлеровцы оказались явно сильнее. Восстание начало захлебываться, и 9 августа глава польского правительства в эмиграции на личном приеме у Сталина уже просил советского лидера о помощи. Но тяжелые ситуации на фронте, жесткое сопротивление немцев не оставили такой возможности. 5 августа 1944 года советская 2-я танковая армия вела тяжелые бои с танковыми частями вермахта на дальних подступах к Варшавскому району Прага. А руководство повстанцев обвиняло Красную Армию в том, что она якобы специально не предпринимает ничего, чтобы занять столицу и сознательно отводит войска, в то время как немцы уже второй день усиленно бомбардируют город с самолетов. Подобные заявления гитлеровцы с удовольствием использовали в своей пропаганде. А советские солдаты, между тем, десятками тысяч гибли в сражениях за польскую столицу. Только на подступах к Варшаве погибло 235 тысяч человек. А всего освобождение Польши унесло 600 тысяч жизней советских солдат. Только 14 сентября советским войскам удалось освободить район Варшавы Прагу, сражения за которой шли еще в конце июля. Окончательно Варшава была освобождена лишь в середине января следующего 1945 года. Красная Армия продолжала наступательную операцию против гитлеровцев, продвигаясь на запад. 18 февраля 1945 года командующий 3-м Белорусским фронтом генерал Черняховский подъезжал к штабу Красной Армии в городе, который тогда назывался Мельзак, и был частью Восточной Пруссии. Обстановка была напряженной. Противник вел артобстрел. Генерал Александр Горбатов описал это в своих воспоминаниях. Как только в Вилле с командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым. Черняховский был еще жив, и когда приходил в себя, повторял, «Умираю, умираю». Мы призывали беспощадно отомстить врагу за нашу большую утрату. После 1945 года этот город был передан Польше и стал называться Пененжно. В начале 70-х на месте гибели Ивана Черняховского появился памятник – высокая бетонная стела. В январе 2014 года городские власти приняли решение его снести, но оно вызвало крайне негативную международную реакцию, и 28 марта было отменено. Почему-то забывается, как будто бы и не было на территории Польши лагерей смерти и не действовало освенцем. Вот это всегда очень напрягает, это всегда вызывает очень сильные эмоциональные оценки. Но хочу сказать, что в научном таком содружестве есть, конечно, и польские исследователи, которые занимают взвешенные позиции, которые готовы зерна от плевел отделить и, в общем, по достоинству оценить и освободительные наши дела, даже несмотря на дискуссии в отношении Варшавского восстания и так далее, и тем более решение вопроса о западной границе, который решался. Ну да, но раз вы затронули вопрос о Варшавском восстании, то здесь, мне кажется, главный упрек, который до сих пор бросается в адрес Красной Армии и Советского Союза, то, что когда восстание началось... А, мы стояли на границе и ничего не делали. Мы стояли и не освободили. Но если посмотреть на потери, которые понесла Красная Армия, они же колоссальны. За эти два месяца это более 200 тысяч человек. Вы знаете, насколько я знаю, ведь мы вышли тогда в эти районы тоже в очень истощенном состоянии. Красная Армия ведь вышла не с прогулки и не с отдыха, а после тяжелых кровопролитных боев, по крайней мере, мне наши коллеги рассказывали, что в военном отношении требовалось время какое-то для того, чтобы прийти в себя и немножко подготовиться к выступлению. Но кроме того, ведь Варшавское восстание было начато без согласования с советской стороной. Более того, в советской стороне были известны приказы по армии Краевой, которые предписывали оказывать сопротивление Красной Армии. То есть, бросая в эту мясорубку части Красной Армии, Сталин прекрасно понимал, что солдаты будут встречать там ожесточенные сопротивления и выстрелы в спину. Поэтому здесь тоже можно как-то пытаться понять логику размышлений этих. Иначе-то оно было для чего, это восстание? Для того, чтобы упредить вступление Красной Армии, не допустить его. Что касается Варшавского восстания, то видите ли, ведь нет, собственно, никаких, как сказать, документальных свидетельств, которые бы указывали Рокоссовскому, что он должен был делать. Как он должен был себя вести. И, возможно, их просто нет. Возможно, по телефону был разговор. Наши войска форсировали Вислу, но километрах 50 от Варшавы. И с трудом пробивались. Это был укрепленный район, вот уже об этом не надо забывать. Что-то не было открытым полем, где он просто можно было проехать. Они до Праги шли полтора месяца. Но всегда есть подозрение. Это подозрение у поляков сидит очень прочно. И до сих пор. И до сих пор, да. И до сих пор. И нет документальных доказательств, которые позволили бы сказать. Нет, Сталин давал команду идти на помощь Польше. И нет обратных доказательств. Тут вопрос ведь в том, что Красная Армия за эти два месяца, пока шло восстание, потеряла убитыми больше, чем восставшие в самой Праге. Это факт, который можно легко проверить по всем справочникам. Это значит, что шли ожесточенные бои. Что не было вот этой нейтральной ситуации, где просто стоим и наблюдаем. То есть война шла. В какой степени действия Красной Армии в этот период помогают действиям союзников по освобождению Европы? Даже в такой мере, что два Запада и Востока наступали союзные армии, связанные союзными соглашениями и помогавшие друг другу. При этом мы несколько раз, даже вот когда там было известно наступление немцев в Орденнах, мы ускорили наступление. Перед высадкой союзников мы ускорили наступление. Я, например, не так давно узнала о том, что наша сторона помогала фактически подготовке открытию Второго фронта. Вы о плане бодигард, наверное, знаете? Да. Вот. Для меня это было откровением. Я не знала, что он долго прорабатывался именно усилиями совместными трех разведок. Все-таки немцев удалось ввести в заблуждение, и они оставались, как я поняла, в неведении до последнего, где будет высадка по месту и по времени. Но оверлорд – это принципиально важная операция в годы Второй мировой войны, которая, в общем-то, можно сказать, практически это начало победы, если так. Вот не соглашусь. Почему? Потому что начало победы – Курская битва и высадка союзников в Африке. Нет, ну я не имею в виду, это там мы можем говорить о переломе и так далее. Я думаю, что после этого судьба Германии очень быстро решилась после оверлода. Цицерон. Такова была оперативная кличка Ильяса Базны, человека, от которого в 1943 году немецкая разведка получила информацию о решениях Тегеранской конференции. Цицерон служил коммердинером английского посла в Турции. Воспользовавшись привычкой посла забирать домой из посольства секретные документы, он начал снимать с них фотокопии и продавать германскому атташе. Среди прочего, в документах шла речь о планируемой операции «Оверлорд», проведение которой означало открытие полноценного Второго фронта в Европе. Секретные сведения были переданы в Берлин, однако там их не оценили по достоинству. Второй фронт в Европе был открыт только в июне 1944 года. Британский премьер-министр Уинстон Черчилль все время старался отсрочить дату высадки войск союзников во Франции. Он настойчиво выступал за балканский вариант открытия Второго фронта, предполагавший развитие операции в Италии и на Балканах за счет отсрочки операции «Оверлорд». Эта отсрочка означала перекладывание основной тяжести войны на Советский Союз. Это позволило союзникам избежать многочисленных жертв среди своих солдат и выйти из войны с существенно меньшими потерями, чем СССР. Кроме того, реализация балканской стратегии, по мысли Черчилля, позволила бы не допустить Красную Армию на Балканы и избежать усиления советского влияния в этом регионе после войны. «Оверлорд» в переводе с английского означает «повелитель, владыка». Эта операция до сих пор остается крупнейшей десантной операцией в истории. В ней приняли участие более трех миллионов человек. Экспедиционными силами союзников командовал американский генерал Двайт Эйзенхауэр. По его инициативе было решено выбрать в качестве места высадки Нормандию, которую немцы не готовились серьезно оборонять. В день высадки 6 июня 1944 года был страшный шторм. Командующий немецкой группировкой Роммель уехал в Ставку Гитлера. Но генерал Эйзенхауэр начал операцию на свой страх и риск, несмотря на ужасные погодные условия. После успешной высадки был найден заготовленный им текст обращения, в котором он брал всю вину на случай провала на себя. В секторе Омаха утром из-за тумана бомбардировщики и корабельная артиллерия промахнулись, и немецкие укрепления здесь не получили повреждений. Это привело к трагическим последствиям и потере около трех тысяч человек. На остальных участках высадки, где артподготовка и бомбардировка удались, немецкие укрепления и войска получили значительный урон, и там союзники встретили намного меньше сопротивления, чем на Омахе. Через борт! Через правый борт! Правый борт! Полнорезы! Продвигайтесь полнорезов! Сэр, я остаюсь! Сходите с берега, дайте остальным высадиться! Ну дальше некуда, там сущая артсель! Там действительно была достигнута неожиданность. Каким образом? Был шторм. И прогноз был, что шторм будет продолжаться несколько дней. И Эйзенхайр отменил высадку союзников, которая намечалась на 5-е число. И Ромель, узнав об этом, поехал в Германию, его Гитлер вызывал. И свой штаб оставил и отправился в Германию. На следующий день тоже был шторм, но меньше. Немцы были уверены, что высадка невозможна. А Эйзенхайр приказал высаживаться. И в результате была достигнута тактическая внезапность. И вторая тактическая внезапность была какая? Где высадка? И Ромель, и Рунштадт думали, и вообще немецкие генералы думали, там, где всего меньше расстояния между Англией и континентом, то есть по доколе 40 километров, там, где бежали от Дюнкерка когда-то англичане. А они высадились гораздо западнее, в Нормандии, 70 километров расстояние. Вот. Поэтому была достигнута и внезапность, значит, вторая тактическая внезапность. Ну и, конечно, было потрясающее превосходство. В силах, в танках в три раза, в орудиях в два раза, в самолетах в 12 раз. Высадили три армии, один миллион человек. Море и Олег. 6 тысяч кораблей высадились и 11 тысяч самолетов, а у Ромеля 500 самолетов. Это была самая крупная в мире десантная операция. До сих пор другой такой. Ну, еще, может быть, в Корее, где высаживались войска, так называемые войска объединенных наций. Почему такая ожесточенная борьба сегодня идет вокруг вопросов освобождения Европы? Видите, я думаю, что ваш вопрос состоит из двух вопросов. Первый вопрос такой. Почему вообще происходит пересмотр каких-то исторических для нас и концепций? Ну, это может... Конкретно то, что имеется в виду пересмотр Второй мировой войны, на мой взгляд, тут существует целый ряд факторов, которые к этому ведут. Ну, на первом месте, конечно, совершенно очевидный фактор. Ухудшение отношений между бывшими союзниками Второй мировой войны. И это уже было не у нас ни раз. Была холодная война, там, отстепель, обратно холодная война. Это центральный пункт. Он, на мой взгляд, и является в основе вот этого пересмотра оценок Второй мировой войны. Хорошо, давайте возьмем пример. Премьер Австрии стоит в центре Вены, помпезный памятник воинам-освободителям Красной Армии, построен нашими архитекторами. И это не оскорбляет, по-моему, достоинства австрийцев. Нет? Ну, каких австрийцев? Ну, они не сносят его и не пытаются снести. Он стоит как памятник. И отношения с Австрией вполне... Австрия избежала советизации в своей истории. Да, но ведь это же тоже большой пример, согласитесь. Здесь советское руководство вело себя, в общем, довольно адекватно. Это как раз очень большой пример, если говорить вот о чем. Ведь суждения какие существуют. Вошел советский солдат в страну и сапогом буквально-таки, да, утвердился и начал тут же наводить советский порядок. Это расхожее мнение. И часто советизацию страны, то есть внедрение советской общественно-политической модели, связывают непосредственно со вступлением Красной Армии в страну. Как раз это вообще не так. Мы уже об этом многократно писали, говорили, и спорили, и публиковали документы. Но Австрия дает особый пример. Я думаю, что если отвечать на вопрос, почему не случилась советизация... Ведь смотрите, Австрия была оккупирована. Красная Армия стояла не до февраля 1947 года, как в странах-сателлитах Восточной Европы, пока не были подписаны мирные договоры, а до 1955 года в Австрии. После войны, насколько я знаю, коммунисты сразу вошли в правительство. И более того, там контролировали силовые структуры. Тем не менее, да, советские войска имели статус оккупационных. Страна была на зоны, ведь разделена, да, насколько я тоже припоминаю. А советизация не случилась. И если отвечать на этот вопрос, мне кажется, что нужно посмотреть вот на какое обстоятельство. Ведь аншлюз 1938 года не привел к устранению национальной независимости. Как национальная трагедия, австрийцы аншлюз как национальную трагедию не воспринимали. И поэтому, наоборот, вступление в 1945 году союзников было воспринято как подавление полной, так сказать, национальной независимости. Поэтому, когда началось национальное движение за восстановление независимости, оно обращалось против союзников. А требование убрать оккупационные войска адресовалось именно Красной Армией. Вот что получилось. То есть силам или представителям, носителям коммунистических идей в Австрии не удалось создать сколько-нибудь существенной поддержки в обществе. И не состоялась вот эта советизация, потому что Москва прекрасно понимала, что на фоне таких настроений ни о каком внедрении советской модели речи не могло быть. Я бы усмотрела в этом основную причину. То есть советизация не только роль конкретных солдат и Красной Армии, но это и местная специфика, это роль местных условий. То есть специфика состоит в том, что ее рассматривали как отдельное государство, и там ни одна из держав не имела преобладающего влияния. Нет. Этот город Вторая мировая война как будто бы и не затронула. Она не оставила на его облике неизлечимых рубцов. Вену не сравнить с Будапештом, расположенным на расстоянии 250 километров отсюда, или уж тем более с Берлином. Историческая часть австрийской столицы осталась почти такой же, какой она была во времена Габсбургов. О том, что Австрия входила в состав нацистской Германии с 1938 года и потом была освобождена советскими солдатами, сегодня напоминает, пожалуй, только известный памятник на Шварценбергплац. Полностью он называется памятник советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма. Поддерживается властями в очень хорошем состоянии, а у жителей Вены вызывает особое отношение. Фигуру солдата в центре композиции они называют Алеша, так же, как жители болгарского города Пловдев, своего воина-освободителя. Каким было освобождение Австрии и чем послевоенное положение этой страны отличалось от остальных территорий, освобожденных союзниками? Советские войска освободили Вену от гитлеровцев 13 апреля 1945 года. Операция отнюдь не была бескровной. Вена стала последним бастионом в нацистской обороне на подступах к южным районам Германии, и поэтому немецкое командование очень стремилось удержать город. Но сопротивлялась только армия. Местные жители встречали советских солдат в основном доброжелательно. В этом смысле Австрия представляла разительный контраст с недавно освобожденной Венгрией. Там оставалась масса приверженцев фашистского режима, которые оказывали ожесточенное сопротивление. Были разрушены все мосты через Дунай. Сама операция заняла три с половиной месяца. Австрийскую же столицу освободили от нацистов всего за восемь дней. Жительница Бадена, городка под Веной, 1 мая записала в своем дневнике. Все пышно украшено, даже русская парикмахерская вся в кумаче. Вечером одна русская будто облако в своем зеленом платье со шлейфом пролетела над рыночной площадью в парк на танцы. Фейерверк на площади у церкви до поздней ночи. Если сначала австрийцы воспринимались советскими солдатами почти так же, как немцы, то есть как заклятые враги, то постепенно отношение к ним претерпело эволюцию. И значительную роль в этом сыграла воля командования и пропаганда, которая велась среди солдат. От них требовали ясно различать население Австрии и немецких оккупантов. Австрийцев не трогать, но безжалостно относиться к немецким поработителям. В первом же воззвании оно призвало австрийцев оказывать военным комендантам помощь в проведении мероприятий по поддержанию порядка. Советские войска в Австрии задержались на гораздо меньший срок, чем в Германии, на 10 лет. Союзниками было принято решение поделить Австрию в ее границах 1938 года на четыре оккупационные зоны – советскую, американскую, британскую и французскую. Вена также была поделена, но в некоторых секторах управление осуществлялось совместно. Учрежденная союзническая комиссия должна была рассматривать и утверждать все законы, которые принимались в Австрии. Без этого они не имели силы. Этот период закончился в 1955 году после принятия декларации о независимости Австрии. В течение 90 дней ее покинули все военнослужащие стран-союзников. И 26 октября 1955 года федеральный конституционный закон Австрии провозгласил постоянный нейтралитет страны. Ну что, важный вопрос еще такой. Скажем, нас сейчас историков и многих простых людей не устраивают те интерпретации, которые существуют в Европе по поводу освобождения этой Европы от фашизма и нацизма. А что мы можем сделать? Знаете, на мой взгляд, сделать надо простую вещь. Надо писать правду и не врать. К сожалению, историки часто врут. И они врут по разным соображениям. Часто из лучших чувств, патриотических соображений. Ну, вопрос действительно очень сложный. И ответ вообще сформулировал Владислав Павлович совершенно правильно. Писать правду. Что такое правду? Нет, писать ее очень трудно. Писать ее трудно по очень большому кругу вопросов. Вернее, по большому кругу причин. Почему трудно? Потому что, во-первых, мы все люди. Мы все огружены эмоциональными какими-то оценками. Мы работаем с очень субъективными источниками. Вот те, кто работает, по крайней мере, в новейшей истории. Потому что и источники писались тоже людьми, тоже нагруженными своими оценками. И иногда врут и слушают. Вот, да. Поэтому, да, кроме того, остается проблема источников очень важная. Они ведь у нас... И доступа историков к источникам. Именно, да. Это проблема болевая. Мы о ней говорим много лет. Более того, вы знаете, что когда закончилась архивная революция, произошло негласное вторичное засекречивание материалов. Мы не можем сейчас многие документы посмотреть, которые видели в начале 90-х годов. Совершенно правильно она говорит. Да. Мне кажется, что это действительно очень важный вопрос. Открытие источников. И, по-видимому, полная гласность в архивном деле и доступ всех специалистов к документам, это просто обязательное условие для того, чтобы спокойно обсуждать все эти исторические вопросы. Это, наверное, тот вклад, который специалисты нашей страны могут дать в изучении этого вопроса. И даже если нас что-то не устраивает, я думаю, что если мы это публично и гласно будем обсуждать с нашими коллегами за рубежом, то это один из лучших способов взаимопонимания. Но вместе с тем, там все-таки тоже есть люди, которые понимают историю так, как понимаем ее мы, и не дают ее переписать. И один из наиболее наглядных примеров – это судьба памятника Алеши, известного памятника в Болгарии, который является символом освобождения Болгарии от фашизма. Еще в конце 80-х годов его пытались снести, и попытки этой предпринимались неоднократно. И простые граждане ночевали и не давали снести этот памятник. Так они защищали свою память об этой войне. Может, там не только простые были? Там были простые граждане. Там были граждане, ставали живой цепью, совершенно верно. Потому что это, в общем, продолжалось на протяжении нескольких лет. И памятник сохранен, но сейчас существует. И, по-видимому, вот так и надо защищать свою память об войне, когда тебя что-то... Во всяком случае, я могу добавить, что эти акции 89-го, 93-го, 96-го годов, они дали свой результат. И в 96-м году Верховный Кассационный суд Болгарии придал этому памятнику статус государственного. Как памятник Второй мировой войны он не подлежит никаким сносам, переносам и так далее. Это вот действительно конкретный результат того, что могут сделать люди, защищая то, что им дорого. Защищая в конечном счете историческую справедливость. Я с вами согласен. Я благодарю наших сегодняшних гостей, Татьяну Викторовну Балакитину и Владиславу Павловичу Смирнову. Спасибо. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Спасибо. С вами была программа «Власть факта». Оставайтесь на телеканале «Культура». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова